здравствуйте с вами рубрика лица высшей школы среда обучения меня зовут беляева мария я заместитель руководителя факультета психологии сегодня у нас в гостях ксения устинова автор программы психосоматика практические методы и техники практикующий психотерапевт остеопат и кандидат медицинских наук с опытом работы более 30 лет ксения здравствуйте здравствуйте для начала хотелось бы конечно вас спросить о том как вы попали вообще психосоматику и почему ваш выбор пал именно на эту науку ну по перри первому образованию я врач я закончил медицинский институт первый медицинский когда-то прям такая гордость была вот и моя история так сказать развитие как врача в общем привела мне к такому пониманию как психотерапия я занимался иглотерапии я занималась я прошла специализацию психиатра нарколога я работала с такими больными а изначально вообще работала анестезиологом реаниматологом вот такой мне интересный путь был когда я познакомилась с этим словом психотерапия и она меня увлекло это было когда я занималась рефлексотерапией потому что оппоненты рефлексотерапии говорили что это чистая психотерапия и это воспринималось как ну внушение плацебо вот и вот меня заинтересовало и оттуда у меня как бы пошло вот это вот развитие про что же это такое на самом деле вот я советском союзе обучалась во всех школах психотерапии которая была но к сожалению я могу сказать что настоящей психотерапии до 90-х годов не было когда нам открылись так сказать с границей нам пристали приезжать западные психологи психотерапевты вот там появилось очень много школ психотерапии и так самая такая мощная школа которая меня лично заинтересовала хотя я училась у нашей отечественной у нашего отечественного психолога это психодрама вот и так как я интересовалась всеми видами психотерапии то я увидела что в каждом методе психотерапии есть элементы психосоматики а так как я врач и мой внутренний доктор все время так сказать был нас на стороже мне хотелось найти ну что как это устроено почему это так и поэтому вот этот мой пристали интерес к психосоматике с одной стороны как врач с другой стороны уже так психологом даже как психиатр и как психотерапевт вот соединила так вот так вот пожалуй да очень интересная история ксения то есть получается сейчас вы не практикуете как как врач правильно а ушли полностью в психотерапию да сейчас я психотерапевт кстати сертификаты по психотерапии я еще получила советском союзе незаметно то что дальше продолжала учиться я остеопат 10 лет назад меня заинтересовала остеопатия это телесная такая практика я пошла учиться я мне было 60 лет и на меня смотрели как-то странно но мне было интересно я хотела посмотреть что это но как как удивительно у меня это стало получаться я сейчас практикую еще и как остеопат и конечно это все вместе это все про психосоматику волшебное слово хотя некоторые как как бы говорят что она звучит как-то очень коряко временно волшебно ксения вот хотелось бы спросить вообще о психосоматике что это такое потому что я думаю наши интервью будут смотреть люди которые первый раз встречаются психосоматикой вот хотелось бы разобраться немного в определении и может быть я раньше времени задаю этот вопрос но я знаю что вокруг психосоматики существует очень много мифов и недоверие к ней в первую очередь и от медиков вот хотелось бы в этом разобраться и справедливые ли эти обвинения в сторону психосоматики до состава я начну с этого со стороны медиков и я вначале сказала да что вообще психотерапия это ерунда это такое внушение это мозгоправство ну вот какие такие пренебрежительные истории и медики которые очень конкретные им нужны анализы им нужно глазами посмотреть им нужно это пощупать вот такие вот как бы якобы мол эфемерные понимания про психотерапию они не хотят этого видеть не хотят этого знать не хотят этого понимать это их сбивает с толку я их ни в коем случае не обвиняю это их сбивает с толку вот а вообще что такое психосоматика очень много этих определений очень много в интернете объяснений так далее маркс дамирский мне нравится больше всего в его определение в его книге вот справочник психосоматика он говорит что тело это экран наших сознательно-бессознательных процессов да но это двухсторонний процесс это не может быть отделено тело отдельно наше сознание наше бессознательное отдельно это все одновременно и вот смотрите что такое психосоматика ну просто в большом таком объеме потом уже будем говорить про психосоматические симптомы или психосоматические болезни психосоматика я выхожу на улицу солнышко светит тепло мне хорошо это эмоция которая пришла от ощущения с тела а ощущение тела почувствовал тепло солнце я выхожу на улицу а на улице тепло солнце она мне шубы меховая шапка мое тело говорит жарко у меня совсем другая эмоция и может быть досада на себя и это про то как мы устроены это и есть психосоматика связь психики и связь нашего тела через эмоции и через чувственные ощущения да потому что у тела есть пять органов чувств и вот тепло холодно жарко дрожим мы мне и и так далее но которые порождают наши эмоции наши эмоции порождают телесные ощущения а телесные ощущения порождают наши мысли а наши мысли порождают эмоции. И вот этот, хотела сказать, клубок, на самом деле не клубок, все очень гармонично и понятно, как устроено это в природе. И вот когда мы начинаем понимать, как это устроено, и про это наша психосоматика, про этот наш курс, про то, как все-таки распознавать ощущения тела, свои эмоции и так далее. Это про это, про то, что мы можем научиться, это достаточно просто научиться, если этим просто к этому пристально, на это пристально обращать внимание. Сначала это идет через такую концентрацию внимания, а потом это становится твоим совершенно таким умением, знанием автоматическим. Теперь это про психосоматика. Теперь есть психосоматические симптомы, то, что называется, это еще не болезни, это симптом психосоматический. Ну, например, повышение артериального давления. Когда мы говорим, у меня, там бывает, ну, неважно, я не буду медицинскими терминами кидаться, повышение артериального давления. Бабушка говорит внуку, перестань это делать, у меня давление повышается. Или мама говорит своему сыночку, позаботь себя о бабушке, перестань стучать на барабане, или, там, ковырять носу, или начни, наконец, делать уроки, ну, в зависимости от возраста, да. И бабушка четко знает, что когда она смотрит на поведение этого внука, вернее, на это поведение своего внука, у нее повышается давление. Она не понимает, что она чувствует, она волнуется, она сердится, может, она в беспомощности, потому что она не знает, как поменять это поведение, да. А тело реагирует, и у нее появляется вот этот вот пик артериального давления идет, начинает пить волокардин, хотя с этим можно справиться по-другому при помощи психотерапии, честно говоря. Теперь дальше. Да, то есть поменять отношения бабушки и внука, но бабушка должна поменять это отношение. Это психотерапия. Ну, это психосоматический симптом. Их много, о них можно, так сказать, книжки и написанные, про это можно много рассказывать. И есть психосоматические болезни, про которые вот начинаются, так сказать, ссоры, споры. Да, вот хотелось бы спросить, потому что есть целый список болезней, которые относятся к психосоматическим. Есть абсолютно доказанные психосоматические болезни, список которых расширяется. Это Франц Александер еще в прошлом веке. У него был Чикагский институт психотерапии. Они изучали очень подробно и очень четко, и прекрасно есть книга, которая хорошо читается со схемами и все такое. Он доказывает, что это психологические заболевания. Там так называемая чикагская семерка. Там бронхиальная астма, кстати, гипертоническая болезнь, териотоксикоз, язвенная болезнь желудка и так далее. Сейчас этот список расширяется. Именно доказанных психосоматических заболеваний. Как доказано? Нельзя же как бы человека вернуть обратно. Доказывается это следующим образом. А вот сейчас еще два слова скажу. Про медиков, для которых очень важна доказательная медицина. Здесь доказательства очень простые. Приходит ко мне человек с язвенной болезнью желудка. Врачи говорят, что у тебя все обостряется и обостряется. Ну ладно, весеннее обострение, сезонное обострение, но ты же пьешь лекарство, оно у тебя все обостряется. Наверное, это психосоматика, иди к психологу. Приходит такой человек ко мне. Мы начинаем раскручивать его историю, про что это для него. А вообще у нас есть такое понятие, что наш желудочно-кишечный тракт – это второй эмоциональный мозг. Мы это раскручиваем с ним. Про что это для него? Его весь образ жизни, его убеждения, его эмоции в той или иной ситуации. Мы начинаем работать. Эта работа не только «желудок, перестань болеть». Нет, это не про это. Хотя очень многие именно так считают, что что-то такое подделали с органом, и он перестал болеть. Это целая история человека, про которую я немножко раньше сказала. Это все вместе. И человек говорит, ой, интересно, как у меня уже не было осеннего обострения, и у меня там отношения на работе наладились, а женой я собираюсь развестись, хватит терпеть и так далее. Там меняется все в жизни. И весеннего обострения нет. И он продолжает психотерапевтическую работу с собой, может быть, уже не со мной, слыша свои эмоции, с чем связано, с какими убеждениями, как это его тело проживает. И он, наконец, начинает жить своей жизнью. Вот эта вот вся история всех психотерапий. Это про то, как жить своей жизнью, быть самим собой. Это про это. И психосоматика тоже. И психосоматика, заход через тело, через болезнь, пускай, может быть, это грубовато звучит, но это так, через болезнь залезть в эту психику и посмотреть, что там ты не так делаешь, за какие убеждения ты держишься, что там желудок, печень и так далее. Начинает говорить, ну я больше не могу уже держать твое убеждение и работать на твое убеждение, потому что тело работает на нас. Я говорю, я борец по жизни, тело все начинает вырабатывать все то, что ему нужно для борьбы. Или я говорю, я никто, и что, не стоит звать никак. Ну чего такое, мне так не везет. И тело говорит, да, да, все, да, не надо тебе ничего. Это вот и есть психосоматика. И как потом это оформляется в какие-то наши болезни, да, оно от нас зависит. Мы можем подхватить грипп, коронавирус, да любую инфекцию мы можем подхватить, и мы можем заболеть. Да, это можно не сказать. Но в зависимости от вашего, так сказать, психологического настроя, да, вы можете болеть очень тяжело, со страхом, все, шея все пропало, я помиражки делаю. Да, и это будет очень тяжелое заболевание, тяжело будет проходить заболевание. Или вы будете говорить, ну да, я сейчас это попью, горяченького чайка, там, с лимончиком. Мне сказали, вот это вот препарат. И я даже температуру, говорю, когда высокая температура, вот я когда болела, у меня температура 40, боже мой, какая прелесть, какой у меня сильный иммунитет. Он сопротивляется. Победа, ура! Я достаточно быстро выздоровела. Вот. Но опять, я не я, это вот, извините, это, наверное, неправильное, так сказать, как у меня. Вот. Но это врачи давно ищут, прям Водкин, по-моему, говорил, что болезнь побежденных по одному протекает. Болезнь победителей по-другому. Одна и та же болезнь, одни и те же раны протекают по-разному. Это опять про вот этот компонент психологический. Ксения, а вот если вернуться к медикам, к врачам, как часто врачи, видя, что это психосоматическое заболевание, и они сделали все, что могли, они отправляют клиента, в случае пациента, на психотерапию? Сейчас чаще, что меня очень радует. Правда, с таким посылом, ой, боже мой, это у вас в голове какая-то ерунда, идите к психологу. Ну, человеку хоть по дорогу показали, дальше он сам найдет путь. А сейчас появляются врачи, которые работают в содружестве с психотерапевтами, с психологами, и за этим будущее, конечно. Потому что, ну, потому что, потому что я все вот это сказала. И врачи, они сами видят, какие результаты, когда они работают совместно с психологами. Вот. Сейчас ситуация поменялась. Это правда. И это очень хорошо. Замечательно. А скажите, пожалуйста, вообще, какой процент клиентов с психосоматическими расстройствами, скажем так, приходят на терапию? Ну, то есть они же не все приходят с психосоматикой. Просто интересно понять, сколько таких клиентов, вот, в общем, если брать в соотношение людей, которые к вам приходят в терапию. А, ко мне лично, когда приходят? Ну, процентов 20, я думаю. Из, да. Из общего количества клиентов, которые, ну, с разными этим... Но дело не в этом. Дело в том, что если ко мне пришли, пришел человек там, ну, не будем говорить с экзаменом, например, человек пришел и говорит, я спать не могу. Это тоже психосоматический симптом. У меня много тревоги. Да, и мы работаем. Мы всегда... Я лично, я всегда работаю обязательно с телом. Вот этот психосоматический подход в решении, да, какой-то проблемы, какого-то паттерна человека. Да, я всегда работаю с телом. И с телом тоже, короче. Вот так вот. Ну, то есть телесно-ориентированный подход. Да, да. А это только очная встреча? Мне кажется, это вопрос очень актуальный, потому что сейчас психологи консультируют онлайн, и это становится все чаще, все больше. Вот с психосоматикой, как это происходит? Психосоматикой тоже можно онлайн. Вообще, когда вся эта история развернулась с тем, что нам пришлось работать онлайн, меня очень пугала онлайновская работа. Как я не буду видеть человека? Я не буду его чувствовать, я не буду дышать с ним. Потому что такое нарабатывается понимание другого человека. Но как ни странно, кстати, я лекции боялась читать в онлайне, да, потому что когда я читаю очные лекции, я прям вижу, слышу аудиторию, и меня это, так сказать, даже, ну, подзаводит, можно, да, вот прям, да, живые лица. Такое вот, да, живые лица и такое воодушевление. Вот. Но как ни странно, это пошло, и это можно работать. Можно работать и онлайн. А мало того, вот что я заметила, когда работаешь онлайн, если я там вижу, там, позу человека, его дыхание, я говорю, что с тобой, не онлайн, а очно, но когда онлайн, я тоже это вижу. И я могу спросить, правильно я понимаю, что у тебя сейчас дыхание остановилось? Что с твоим телом сейчас происходит? То есть, как-то получается, что больше ответственности я уже клиенту даю, не я это вижу и говорю, ага, вот так вот, да. А человек сам говорит, да, я заметил, да, я заметил про это. Вот так вот. Вообще работа в психотерапии с психосоматическими заболеваниями она как-то отличается? То есть, вы с клиентом как-то по-другому выстраиваете взаимодействие или нет? Ну, правила взаимодействия одни, это доверительные отношения, да, потому что человеку же нужно доверить себе то, что он, может, никому не может доверить. Но с психосоматическим, особенно с заболеванием, я всегда отправляю человека, если он ещё не был у врача, к врачу, чтобы это как раз работало, было в содружестве. Значит, в содружестве с врачом, в содружестве с медикаментами, да, это тоже очень правильно, потому что тоже я вижу два такого направления, одни говорят, ну, лекарства вообще не надо пить, а другие говорят, ну, если ты пьёшь лекарства, я с тобой работать не буду. Я считаю, что это неправильно, да, потому что это, ну, лекарства, это помощь органу, да, помощь организму. И это, опять же, всё вместе. А здесь такой заход через эмоции, через тело, через психику, через чувствование и так далее. То есть это как раз вот это содружество. Вот. Ну, в общем, вот так вот. Спасибо. Такой, может быть, немного личный вопрос. Помогают ли знания по психосоматике в личной жизни? Нет, ну, конечно, помогают. Нет, может, тяжело наоборот уже. Нет, нет. Послушайте, это вообще потрясающе, потому что вся психотерапия, она как обучается, не по учебникам, она через себя пропускается. Поэтому психотерапевты живут очень долго, статистика. вот, живут долго и болеют мало. Но мне 73 года, и я ни одного лекарства, я не пью. Я не пью ни одного лекарства, когда мои подружки спрашивают, Ксюша, чего ты принимаешь? Я говорю, ничего. Они говорят, врёшь. Подождите, 73 года? Вот. Это... Я должна заземлиться. Да, потому что я хорошо слышу своё тело. И это не значит, что у меня ничего не болит. Когда у меня болит, я на это обращаю внимание. Вот и всё. В отношениях там с моими близкими, вообще со всеми... Конечно, я говорю, ну, это психотерапия, нисколько психосоматика, но тело моё реагирует. Я про внука рассказывала, да? Да. И когда я вижу, что мой внук кочевряжится, я не ему вопросы задаю, я себе вопросы задаю. «Что с тобой? Что с тобой? Что с тобой? Что у тебя там происходит? Почему тебе нужно, чтобы он прекратил? А где твоя любовь?» Ну и так далее. Это целая история про меня и заход даже в своё детство. Что... Ну и так далее. Это психотерапия такая, психология. Вот. Да, интересно. Спасибо. Наверное, хотелось бы побольше поговорить о программе, которая стартует в среде обучения осенью. Программа психосоматика, практические методы и техники. Да. Большая программа, да. Вот мы её готовим. Мне кажется, очень интересная программа. Ну, мне, ваше, очень интересно её готовить. И действительно, очень много практики. Потому что, как я только что сказала, можно прочитать, ну, не знаю, сотни книг. Но если ты это не пропустил через себя, всё это даром. И многие люди, которые говорят, «Ой, я это читал, я это читал». Но в каждом... То, что ты читал, есть вот этот вот психосоматический компонент. Да. И поэтому у нас очень много практики. И практика, она тоже подможена психосоматическую практику подразделить на такие какие-то, ну, я не знаю, стадии, шаги, направления. Это наблюдение за своими эмоциями, как эмоции проявляются в теле. Наблюдение за своим телом, как тело реагирует на какие-то эмоции. Да. И это целое, огромное, так сказать, много навыков, много заходов сюда есть. Или как мои убеждения отражаются на моем эмоциональном фоне и тело, и так далее. И закольцовывается. Это про убеждения, про то, как я это проживаю. А вообще у тела это удивительно, что я сейчас скажу. У него только два механизма. Сжатие и разжатие. Больше нет механизмов. Это как остеопад, я вам уже говорю. Только сжатие и только разжатие. Все. Там остеопад говорит, фулькрум, закрутилось. А закрутилось, почему? Потому что в одном месте сжалось, а в другом разжалось. И некуда деваться, как бы закрутилось. И есть только вдох и выдох. И все техники, дыхательные техники, техники релаксации, йога-не-йога, медитация и так далее. Все, которые, ну, человеку приятны, все эти техники, там есть техники работы с убеждениями, да, в какой точке я как бы держусь за свое убеждение, и мне, тело мне помогает, а, так сказать, болезненные ощущения оттуда не уходят, да. И есть арт-терапия, когда мы можем свой симптом, свою болезнь нарисовать, прорисовать, поговорить с ней, да, вот техотраматические темы, гештальтерапия, очень много техник, работая с психосоматическими симптомами, психосоматическими болезнями. Вот. И, ну, вот так вот, много очень техник. И особенно, трудно, конечно, вот все это собрать, опять Марку Сандомирскому огромное спасибо, потому что он собрал все в одну книжку, но дело в том, что каждый человек это отдельная вселенная, и то, что хорошо одному, не очень хорошо для другого. И поэтому, если ты пропустила через себя, ты понимаешь, ты можешь попробовать это с другим, но если это ему не подходит, у тебя в арсенале есть еще другие, как бы, техники. Опять же, техники эмоциональные, техники телесные, техники такие визуальные, трансовые техники и так далее. Вот. То есть я правильно понимаю, что этот курс, эта программа, она очень терапевтичная. Да. То есть все студенты, которые будут у нас учиться, они такую пройдут еще личную терапию во время обучения, и вот эта вот практика, она как раз-таки на это и направлена. Да, да, да. То есть студент будет другим человеком, я уверена, после этой программы. Ксения, давайте еще немного поговорим о самой программе, и очень хотелось бы понимать, кому подойдет эта программа, кто может учиться на ней, и как выстроено все обучение, то есть какие блоки, какие модули будут изучать наши студенты. Вы знаете, вот мы так построили программу, что вообще каждый человек, который не знаком даже с психологией, он может эту программу, по этой программе, ну, не обучаться, а вот как бы с собой научиться контактировать. Потому что первый блок это введение в психосоматику очень простым языком, я лично рассказываю про то, как у нас все устроено. Очень простым, доступным, я тестировала на своих, так сказать, внуках, которые говорят, понятно все. без такого научнообразного, потому что все можно рассказать по-простому. Дальше у нас идет блок, очень важный, тоже я его делаю, это детско-родительские отношения, болезни, следствие этих детско-родительских отношений. Есть прекрасные книги, но, может, в конце я скажу, последние, которые вышли про это. Вот. Дальше у нас вот это стрессовое расстройство, потому что мы сейчас... Очень буквально. Да, кроме того, что жизнь ускоряется, скорость это всегда стресс, всегда стресс, это быстрее, выше, скорее больше и так далее. И сейчас особенно, да, в этой ситуации, то есть стрессовое, расстройство, мы их пропускаем, мы их откладываем, мы говорим, нет, я не буду про это. И потом это отражается, так сказать, на нашем здоровье, на нашем психическом здоровье, на нашем физическом здоровье. Потому что после стрессовых реакций идут какие... Я не буду рассказывать в этой стадии горя-потери, а идут депрессивные реакции, как выход из этого стресса. И у нас целый блок есть про депрессивные, так сказать, расстройства, как это устроено, как это из этого выходило. И там и на стрессе, и на депрессиях там обязательно практика. То есть одно теоретическое такое занятие, рассказ про это, второе практическое занятие. И может быть, многие, ну, немногие, я не знаю, неправильно хотела сказать, будут не очень довольны, что практики будут повторяться. А практики будут повторяться. Ну, в этом есть... Да. А практики будут повторяться. Вот даже сейчас я читаю лекцию про психосоматика лишнего веса, да, и там я повторяю практику. Прям повторяю я ее, да. И мои там слушатели говорят, прям по-другому воспринимается, да, ну там. Вот. Потому что это надо. Потому что в зависимости от нашего психологического состояния мы одни и те же слова по-другому воспринимаем. То со слезами, а то с радостью и так далее. Вот. Очень такой блок как раз по основоположникам психосоматики это заболевания органов и систем. Органов и систем тоже прям целый блок, и каждый тоже будет и такое, ну, теоретическое занятие и практическое занятие. Там и желудочно-кишечный тракт, дыхательная система, сердечно-сосудистая система, кожа, там даже бесплодие мы коснулись, потому что это тоже психосоматический симптом. Потому что тело почему-то не допускает в зависимости от того, что происходит с психикой. А сейчас очень много же вот этого страдания у женщин, да. Ну вот так вот. Мощная, хорошая программа. Мне нравится. Ну мне нравится вот то, что я читала по введению психосоматики. Особенно нравилось, когда я читала введение и блок практики. И вот по отчетам слушателей, да, студентов, они говорят, что это классно. А это, то есть, более расширено. Ну, по ощущениям, эта программа такая квитэссенция, как вы говорите, всего того опыта, который у вас есть, и медицинского, и психотерапевтического. Да, да. И вы вот самое лучшее собрали и получилась такая программа. Все то, что я понимаю, все то, что я собрала, все то, что я понимаю, то, что меня прям греет, мне это нравится. Я пыталась, ну, в этой программе я это делаю, да. Вот. И психосоматика, как направление, продолжает развиваться. Она продолжает развиваться. Она вообще молодая, да, ну, там ей сто лет. Вот. И не было таких инструментариев, да, исследований. Ну, например, доктор Хаммер, да, это новая германская медицина, о ней я тоже буду рассказывать. А у нас сейчас появились новые такие школы, этой новой германской медицины, то есть вот раковые заболевания, чистая психосоматика и так далее. И когда у меня на занятиях спрашивают, а вы как к этому относитесь, я говорю, я не знаю. Я знаю, что доктор Хаммер действительно соотнес это, нашел эти очаги Дирка Хаммера в головном мозге, что действительно ткань, как эта ткань, которая поражена, имеет вот это свое представительство в том отделе мозга, из которых они вместе, как бы, были созданы, да, это правда. Но брать на себя ответственность за то, что, ну, даже доктор Хаммер говорил, никаких лекарств, врачи-убийцы, те, которые применяют лучевую терапию или химиотерапию, организм сам справится. На это я не решусь, потому что мало данных. Вот. Хотя работать психологически с больными, онкобольными, конечно, надо обязательно. И это все развивается. Ну, очень здорово, что есть вообще какие-то новые направления в психосоматике. Потому что, я думаю, наши зрители, да, психологи, они знают, что вот есть какая-то школа, и мы сейчас понимаем, что только школы никак не развиваются, не появляются какие-то новые лица, новые имена, которые проводили бы какие-то исследования. То есть психосоматика, она такая очень живая, развивается. Она живая, развивающаяся наука, направление, да, прекрасное, замечательное просто. Замечательно. Давайте еще немного поговорим о том формате, в котором будут учиться наши студенты. Я думаю, это тоже важно, потому что как раз-таки все наши занятия проходят онлайн. Да. Да, и это очень удобно. Вы можете учиться в любом времени. Ну, там 50% практики. То есть есть теоретическое занятие, ну, может быть, 40%, потому что иногда я даю, так сказать, два вебинара на, так сказать, на информацию, на теорию, да, а потом проработка. Но к 50% у нас практики. И как мы сказали, как вы сказали ранее, на эту программу может прийти любой желающий. Да кто угодно. Потому что понимание, что происходит, да, и подтверждение этого понимания исследованиями, которые проводятся во всем мире, да, ну, то, что нужно. Вообще я мечтаю, думаю, предполагаю, что когда-нибудь этому в школе будут обучать. обучать слышать себя, понимать себя, понимать свои эмоции, свое тело и так далее. Ксения, давайте порекомендуем нашим зрителям какие-то книги, которые можно прочитать, чтобы вообще познакомиться с психосоматикой. Я думаю, что не слишком сложные там с медицинскими терминами, а такие общедоступные. Общедоступные, ну, как я говорила, вот Франца Александер, она очень хорошо написана, это прям основы психосоматики, да, из наших сандомирских, ой, не сандомирских, а синельников, мое тело, мое дело, вот, или мое тело, моя болезнь, от Синельникова. Очень хорошая книжка, она прям как роман читается, да. Из последних вот мне хотелось бы сказать, что, вот, к сожалению, по-моему, Франц Руперт там есть в СААП, в соавторах, значит, называется «Осколки детских травм». Надо потом посмотреть, когда я с Францем Рупертом стала знакомиться с его работами, вот я вышла на эту книжку замечательную, там вот как раз подтверждение, доказательное, медицинное исследование и все такое, что как даже воспитание детей, как потом отражается на нашем теле и на наших заболеваниях. Там прямо статистика есть и очень интересное исследование. Ксения, спасибо за такую вдохновляющую и интересную беседу, а я напоминаю, что у нас в гостях была Ксения Устинова, кандидат медицинских наук, практикующий психотерапевт, остеопат и автор программы «Психосоматика. Практические методы и техники». Ссылку на программу мы оставляем в описании к видео. До встречи на нашем YouTube-канале. Продолжение следует...